правдивый опровергать иван прокомментируй как-то вот этот ролик его тоже попросили тебе показать что ты прокомментирую прокомментирует этот ролик и думаешь я его слышу это твое а ну точно это была подушка-пердушка нет 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 это реально была подушка-пердушка мы вас разыграли под и подписчиков и тебя тоже сгорали сергей вы подтверждаете что это было порту подушка-пердушка они вы смачно пустили шептуна сергей вот у меня вопрос все опровергли еще одну клевету про тебя ваня супер супер вот сейчас будем опровергать всю клевету что есть права не в интернете значит это была подушка-пердушка чат в этом поняли хорошо сергей можно вас на стрим на секунду позвать у тебя на стоим просят он без одежды сейчас пусть оденется конечно пусть ребята ребята без насилия сейчас оденется кстати со мной сегодня сидит ваня ваня диппинс ваня диппинс ваня диппинс и ивангай а здравствуйте погоди это не ивангай это жужо так сказать видать это на ухо сейчас и так сергей здравствуйте здравствуй в общем есть ролик один в интернете хотел бы чтобы вы его как-то прокомментировали уже связаны с вами про вас ролик готовый сергей я вам его покажу вы его прокомментирует какой давайте я включаю не вижу лампу тебя включены ничего не видно сейчас понизу вы не слышите включился на в глаза и ничего не видно ваня выключи лампу вот я ему об этом же и говорил что он выключил лампу все теперь выключил он меня уже будет не видно потом вот смотри как тебя видно хорошо я сейчас выключил лампу и ты посмотри что будет выгляжи лампу посмотрим что будет если будет плохая картинка я скажу ну и чем плохая картинка ну немножко хуже стало конечно ну не чуть-чуть терпим да да ну давай окажем сергей готовы смотрите в общем вот такой вот ролик я я же тебе сказал коль я тебе объясню все всю эту ситуацию здесь почему такое идет недоверие расскажите и же хотел узнать конечно нужно узнать ну то что вот эта кибербезопасность это не полицейский человек тот человек этот этот человек который сталкивает всех лбами какая ему выгода от этого я не понимаю ну сергей но есть доказательства недавно живания выступал в клубе правильно но хоть и сказал мне что идет поликлинику как так вот он я тебе сказал уже я тебе объяснил и позвонил мы были около поликлиники мы в поликлинику сходили и тут же поехали туда по времени назначенного до клуб ваня выступал в клубе вход в этот он не был он не выступал в клубе а это было типа как бы небольшая встреча с его фанатами ну в итоге он там выступал то есть по сути вся суть все 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 может быть да это самое и я тебе сейчас объясню ситуацию такую а половина человек там был зашло бесплатно половина зашло за 300 рублей ход сделали организаторы профукали свои счастья как говорится вот и у меня такой вопрос сколько заработал ваня с этого выступления в клубе вы можете сказать здесь никто я тебе сказал я тебе сказал перейти да мне по барабану чё-чё должен кого-то бояться что не пойму скажите сколько заработал мне зачем это надо сколько заработал ваня было перечи было причин перечислено при мне 75 тысяч из этих семей слушай сюда из этих 75 тысяч 10 пришлось вернуть так как вот этот чувак был недовольный который там вот организаторы то есть ваня заработал 75 тысяч за это выступление ваня не заработал 75 тысяч я тебе говорю было перечислено 75 тысяч потому что договаривался насчет этого митя но 10 пришлось вернуть и того ваня вышло 65 тысяч ваня лично на карман ну там нет не лично карман лично карман у нас получилось меньше потому что митя врази взял же тоже свой процент он менеджер все половину взял митя или сколько почему половину 25 процентов тоже много нормальная мы так договорились и так и будет все то есть вам скинули 75 получается и десятку 10 десятку десятку вернули мне на и видите замок остальное на все мы претензий никаких у нас нету и я тебе говорю не было там билетов никаких ни по 800 рублей не по 1000 рублей не было продано вот и не было полторы тысячи человек есть видео в тут в этом тех токи ваня поворачивается к залу посмотри внимательно сколько там человек ты насчитаешь у вани на канале давайте посмотрим я его посчитаю сколько там примерно человек не считаешь ну давайте вот я не более не более 50 когда он на сцене было да осмари вот сейчас он поворачивается сколько там человек но тысяч 12 ну ну ляпни еще больше 15 минут. Думаете, не столько там, да? Ну, я просто так... Я не думаю, я видел это. Я не думаю, я это видел и сам наблюдал. Так что не надо врать. Я тебе говорю, вот этот товарищ, который с тобой, он этот самый кибербезопасный, прям вьет тебе в наглую, блин. Прям он в наглез, блин. Стойте, но он же не соврал с тем, что, например, Митя отдал свой iCloud своему другу? Никуда никто не отдавал. Ребята прошли полиграфы, и все там честно. Понятно? Не надо нам. Хочешь полиграф пройти ты? Ну, я без проблем. Посмотрите, во-первых, как это происходило? Хочешь пройти, давай ты пройдешь. Как это происходило? Такие вопросы будут независимыми. Как происходило прохождение полиграфа, Сергей? Обычно. Как проходит прохождение полиграфа? То есть вы взяли Митю, посадили его на полиграф и задавали вопросы. Он на них отвечал, и эксперт говорил, врет он или не врет. Правильно? Так это было? Это было не при мне, я тебе говорю. Они проходили полиграф, я тебе говорю честно. А это было не при вас? Они просто показали вам бумажку, что прошли полиграф, да? Да при чем здесь бумажку, блин? При чем здесь бумажку? Ну скажите, как они прошли полиграф? Людям же интересно, как это было? Сам процесс? Людям это не обязательно. Я сказал, они прошли, все. А людям процесс этот не обязательно. Здесь люди сидят неадекватные, блин. Тебя слышат. Я знаю, что меня слышат, я так и говорю. Сергей, не кричите Ване на ухо. Ты понял, что ли, блин? Сергей, я чуть... А потому что Ваню мне не надо, чтобы он меня учил. Да он вас не учит. Сидят люди неадекватные, понял? Тебе уже один сказал этот неадекватный. Где? Как тебе сказал он? Сергей. Можешь сам сказать. Такая к вам просьба. Не ругайтесь, пожалуйста, на Ваню в эфире. Да, я не ругаться должен в эфире. Оля, а ты не можешь ругаться на него в эфире? Я же не ругаюсь никогда. Не обживать, не ругаться, ни мат не произносить. Ты это можешь сделать в эфире? Я могу не произносить. Вот и не делай, пожалуйста. Адекватно разговаривай с ним и все. Я так хочу. Потому что я его отец. Но я вам уже говорил на этот счет, что я же с ним прикалываюсь шутки. Шутки шучу. Ваня, я тебе понял, сказал как? Прикалывайся в ответ. Он тебя обозвал, и ты его обзови. Понял? Давайте попробуем, порепетирую. Смотрите, вот я говорю, Ваня лысый глобус. Оля лохматый пес. Прекрасный. Прекрасный ответ. Идеально. Ваня, станешь раком? Э, Коля пускай станет раком. Да, вот так говори. Правильно, Сергей. Правильно, Сергей. Да, вот я правильно говорю. Я его так и учу. Ну, немножко, конечно, осудительно, конечно, в какой-то, ну, в каком-то плане. Что осудительно? Ну, стрелки метать, знаете, как говорится. Немножко осудительно. А стрелочником быть, да? Ну да, немножко. Ну, ничего страшного, Сергей, то есть, Ваня и так уже столько со мной стримит, что выкупает мои приколы. То есть, мне уже тяжело над ним становится прикалываться, он начинает понимать. Сергей, такой вопрос. Часто ли вы кричите на Ваню? Я на тебя кричу, Вань? Сейчас, да. Сейчас, да, а вообще? Нет. Ответ услышал? Да. Ну, тогда на трансляции не показывайте плохой пример, что вы кричите на него. То есть, ну, вы же сами знаете, как люди на это отреагируют. Что вы кричите. Ну, тогда на трансляции не показывай на него, что ты на него его обзываешь. Хорошо? Ну, Сергей, ну я же... Люди же тоже, многие разные здесь сидят и реагируют по-разному. Сергей, я же никогда его не обзываю с целью его обидеть или оскорбить. Я же всегда это делаю... Ну, понимаешь, а другие люди...